Всем привет! Я хотел бы предупредить наших соотечественников о ситуации, с которой столкнулся лично я и мои знакомые. А именно о проблемах с возвратом TaxFree в Армении, в аэропорту Армении. Значит, о чем речь? Многие, будучи за границей, покупают разные товары, в том числе я купил телефон и планировал получить TaxFree. И в Армении его размер составляет чуть больше 16,5%. То есть это довольно-таки неплохо. При этом меня предупредили, мои знакомые, о том, что так и так бывают случаи, когда в самом аэропорту, когда ты в таможенном отделе подаешь документы, тебе могут по тем или иным причинам отказать. То есть у моей знакомой ей отказали, потому что она телефоном уже пользовалась. На момент, когда пришла оформлять TaxFree, он лежал без защитной пленки, распечатанный, и в нем была сим-карта. Я все это знал, поэтому я пришел с телефоном с нормальным, который находился в коробке, с защитной пленкой. И, значит, покупал я телефон в сети Mobile Center, это довольно-таки распространенная сеть мобильных телефонов, и был в полной уверенности, что все будет в порядке. Но сразу же мне специалист таможенного отдела в аэропорту сказал о том, что у тебя один из трех чеков – дубликат. Вообще, в целом, стоит говориться о том, что если вы привыкли получать TaxFree в Европе, то есть я не знаю, как в других странах, у нас рядом в Финляндии, мы просто чеки давали, просто чеки, без справок, без ничего, то в Армении все совсем не так. Там бухгалтер оформляет справку в двух экземплярах, там к ней прикладывают к этой справке еще какой-то чек. То есть у меня на руках на момент прихода в отдел было три чека, справки, какие-то талоны, там, ну, куча бумаг. Я их все отдал, и мне говорят, вот вы знаете, у вас на одном чеке, вот же, маленькая такая надпись, на ней написано дубликат. Извините, из-за этого мы вам не можем выплатить это нарушение. Я говорю, ну, вы знаете, я не в курсе, какие там должны быть чеки, я ничего не нарушил, я вот все документы вам предоставляю. В общем, какое-то время мы поговорили, я попросил позвать старшего, старший, в общем-то, все повторил, предложил мне там несколько вариантов, а именно сдать билет, если я так хочу получить, и купить билет на новый рейс, а за это время пойти получить чек, либо получить чек знакомыми, чтобы они принесли в этот отдел. Ну, понятное дело, что сдавать билет я не стал, я написал обращение о том, что прошу помочь с оформлением. Улетел, мой брат получил в магазине чек без надписи, дубликат, принес его, на мою бумагу поставили печать, и по этой бумаге банк не стал выдавать деньги, потому что они сказали, что мы деньги даем только лично в присутствии человека, и пообещали мне перевести деньги на мою карту, реквизиты своей карты я им оставил, уже прошло больше месяца, и так никаких денег я не получил. Значит, из чего я делаю вывод вообще из всего, что это в целом, когда один случай, да, это эксцесс, а когда это серия случаев, то это правило, и Армения, видимо, таким образом они, там, как оставляют деньги в стране, и они текст-фри стараются людям не отдавать. Видимо, такая политика, поэтому если вы рассчитываете получить текст-фри, то очень внимательно проверяйте документы и готовьтесь к тому, что вам придется доказывать в таможенном отделе свою правоту, и что есть вероятность, там, 50%, что вам эти деньги не отдадут. А в целом, Армения хорошая страна, и этим видео я никого не хотел обидеть, но просто хотел всех предупредить. Спасибо. Спасибо.